здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем засаливать вот таких судачков солить я их буду без хребтов половинками сначала надо их разделать разделаем и начнем засаливать подготавливать к холодному копчению кто любит голову голову можно оставить и с головой делать засаливать обязательно только жабры убрать я буду солить без головы голова падет на уху жирный жир сколько кто-то оставляет этот жир на нем что-то жарят готовят именно жир от судака но я не оставляю я выбрасываю пузырь у него очень плохо отходит но постараться можно его убрать рыбка перед засолкой была выморожена при низких температурах сейчас зима принципе у нас зима у у нас морозы просто можно на балкон бросить и где-то с недельку она будет вымораживаться все лишнее убираем но теперь распускаем на половинки хребета буду удалять но кто понравится с хребтом то соответственно одну половинку можно оставить хребтом вторая без хребта но хребта надо будет надрезать и время засолки увеличить я буду засаливать вот такими половинками а хребет мы тоже оставим на уху можно на консервы у кого есть автоклав можно использовать на консервы хребет какой хороший сейчас раздел остальную рыбку вот я все очищаем эту почку убираем и хорошенько рыбку промываем холодной водой вот филешки очистили промыли такие вот сейчас дальше будем подготавливать засолки уже непосредственно и делаем такие наискосок на такие под острым углом надрезы по хребту где-то на расстоянии 5 сантиметров это чтобы она быстрее просолилась и чтоб хребет просолился толстое мясо если солить подольше то можно как бы их и не делать и сразу укладываем посолочную тару засолка у нас будет сухим способом сухой посол рыбу перед засолкой рекомендую всегда взвешивать чтоб точно рассчитать специи соль и так далее здесь у меня 5 килограмм рыбки берем 40 грамм соли крупной соли крупного помола соли не мелкая ничего то пожжете рыбу сожжете она просто с корочкой возьмется а дальше просаливаться не будет если мелкая соль там экстра вышел сорта просто соль крупного помола 40 грамм на килограмм соли крупной 10 грамм сахара и 50 грамм соуса теряйте густого не жидкого именно густого сока ошибаюсь 55 грамм 55 миллиграмм 5 грамм этого своего соуса в эту посолочную смесь вы соус со со своего соуса теряйте соуса для чего этот соус он как бы больше не для копчения а больше но многими нравится запах рыбьего жира вот соус вот это просто рыбий жир маскируют делаем это все размешиваем делаем кашицу стою соус распределяем по всей посолочной смесь опять ошибаюсь соевый соус соус теряйте густой соус теряйте а то бывает жидкий такой продается а я надо именно такой густой чтобы у меня кстати на канале есть рецепт соуса теряйте которую я использую при засолке всякой разной рыбы напоминаю 5 грамм соуса на килограмм рыбки берем непосредственно рыбку и распределяем посолочную смесь равномерно по всей рыбке и вот так вот распределяем ну надо рассчитать чтобы это посолочной смеси хватило на всю рыбку все видите соль уже начала впитываться влага начала выступать посолочная смесь срабатывает прям сразу же можно сказать начинает просаливаться в таком состоянии рыбку отправляем холодильник на 12 часов холодильник температура засолки до плюс 5 градусов 12 часов она нас будет просаливаться она не пересолится ничего будет мало сольная рыбка судач отправляем в холодильник на 12 часов прошли 12 часов как мы засолили рыбку половинками судачков вот такие вот они просолены сейчас что можно промакиваем или салфетками ну кому лень это промакивать очищать лишнюю соль если осталось просто промывая в ледяной холодной воде просто промываем вот соль просто тут все надо убрать между складочками и все и по не вешать вялиться подготавливать уже к копчению непосредственно вот такие вот рыбки получают крупный судачок ну вот так вот судаки у меня будут вялиться вялить я буду около суток с периодичностью 3 через час температура вялки от 18 до 25 градусов прошли сутки повесили вялиться судачка вот видите мясо провялено и не сырое именно провялено и просолено вот нажимаете на него и она назад отходит мясо все сейчас перевешиваем коптильню и вы коптить холодным копчение вот так рыбка будет располагаться в коптильне электростатической здесь еще представители ихтиофауны разные виды рыб у нас интересует сейчас судак все отправляем в коптильню проверяем все расстояния что были выдержаны ровно ничего не касалось а чтобы все разжигаем дровишки температура копчения от 18 до 25 градусов лучше не превышать эти параметры коптить буду в течение часа за день час все прокоптится ну и забыл добавить копчение будет на ольхе ольха дровишки ольхи вот и прошел час копчения дымок еще присутствует не весь выпустил вот такой золотой судачок получается сейчас перевесим швс обдуем буквально 2-3 часа и просто он повисит прохладном месте а потом будем конечно же все это пробовать сейчас после копчения протираем изоляторы вот эти вот влажный решила протираем и закладываем следующую партию коптить вот судачок и поспел вот такой вот он красивый ароматный копченый получается вот они самые большие половинки обязательно отрежем плавничок мы отрежем вот мясо у него прокопченые все и соответственно чешуя вот такой вот получается судачок вкусное нежное мясо попила малосольный костей практически нет кроме реберных есть как бы кости вообще даже не чувствуется очень вкусно пользуйтесь рецептом всем приятного аппетита и до скорых встреч